всем доброго вечера дорогие мои вот сегодняшний у нас вечерний ролик я посвящаю на тему опять же по традиции нашего канала хочу выразить благодарность всему личному составу то есть подписчикам тем которые пишут комментарии хорошие задают вопросы ставят лайки подписываются смотрят мой канал огромное спасибо ну и теперь по вашим вопросам по вашим вопросам комментариях у меня это вопрос опять касающийся в основном статистику которую я выкладываю сообществе у меня там не только статистику у меня там исторические факты анекдоты истории жизни человеческой рецепт разных блюд думаю вам пригодятся салатов всего короче да у меня канал разносторонний я не зацикливаюсь одним вот этим но это основной вопроса мне возник мне задают мои друзья из казахстана который знает мой мессенджер ватсап как сейчас ехать вот в это время года стоит ли ехать отдохнуть ну я сразу хочу сказать что сейчас наоборот даже хорошо сейчас пекла нету пекла нету как такого вот ну есть у вас отельника говорится и отельный отдых уже оплачены от то отели то я думаю что наоборот совсем даже хорошо но если вы не собираетесь что-то там покупать или что-то но тем не менее я хочу хочу сказать что я вы меня спрашивали про одежду сколько чего здесь стоит я вот сравнил короче открывал просто для себя интересно казахстане цены да вот на разного рода одежда я вот просто пример скажу вот футболка да там там написано 1600 тенге 1600 тенге вот ну конечно не дешевые у вас но здесь дешевле конечно здесь конечно дешевле все равно но шопинговать можно но конечно не около туристических отелей а выехать обыкновенные рынки обыкновенные магазины где обычно сами местные и шопингуются но овощного фруктовых рынках мы а сегодня вот я вам показывал как раз я снимал дома которые стоят это дома увидели на какой-то вот те дома которые вот это здесь вот даже не центры здесь не центра центра здесь километров 10 вот здесь вот знаете вот многие говорят вот у нас принято как покупать жилье например желательно центры да вот центре таких домов почти нету там парковка очень дорогие в домах дома-то постройки где-то 50-х годов 60-х годов центры да там нет вот таких вот большинство нету таких вот подземных гаражей ну за исключением те которые построили вот 10-15 лет назад ну 20 лет назад а вот этих районах этли кичурин давид ли код айвалы у меня ила сртп вот это кичурин да весь вот этот район инжирли тоже кичурин кичурин очень большой по-своему как это кичурин как у каком сказали то мегаполис мегаполис можно сказать один из самых больших районов города вот такие дома видите да это не считается элитными домами это такие же обыкновенные дома которых живут обыкновенные люди простые не такие какие-то там миллионеры видите да гаражом подземным гаражом короче из гаража своего поднялся наверх все свои квартиры так что и они стоят на высоте вот так вот построен так что никак и потопа мотопа их не угрожает никаких в этом плане супер вот увидел до зеленение какое так что таких домов я вам скажу честно я восемь лет прожил в анталии я видел но очень мало это элитные дома которые построили вдоль побережья вот тогда они стоили мне говорили что когда доллар был еще пять лет триста пятьдесят тысяч евро говорили вот и подземным гаражом да вот вдоль конялты там построили несколько так а так основном открыто парковка во дворе во дворе машины стоят во дворе или на улице здесь нет здесь основном вот у меня тоже подзем под под моим подо мной в машине зимой ставим во всех домах здесь почти 90 процентов дома вот такие вот подземные гаражи но есть еще наружные открытие тоже придомовые и закрыты вот такие так что дома очень конкретно построены по европейским как говорится я вам показывал да будет время как-то я вам покажу даже толщину стен все чтобы вы видели но теперь по рынкам до рынке вот я сегодня рынке был ну вот примеру скажу да мая месяц все возмущались мая июня все возмущались это даже турецких пабликов было лимона были по 100 лир до килограмм сейчас вот пожалуйста лимона полно сезон же да по 15 лир лимона отборный лимона помидоры но 5 лир вот это болгарский помидор хороший что мне удивило сегодня да зеленый помидор зеленый да они 3-4 раза дороже чем поспелые и стоят и берут люди здесь понимать соленье любят здесь вот любят соленье вот тушу называется да вот я же вам говорила кисля вот это наша зеленая она были там на весь золото а вот когда она поспелой пожалуйста 20 раз 30 раз дешевле чем зеленый вот я не знаю почему это кислятым любят очень много дешево дэни штучно уже от 10 лир штука вот но я вам выставил махмутларе цены да ну видите как махмутлар это курортная курортный район считается вот даже сейчас и говорят иностранцев нет все равно тем тем более тем не менее там живут иностранцы вот у кого уже вы нажимаете все как положено давно оседлый считать народ но все равно они для них иностранцы поэтому такие цены огромные огромные цены конечно конечно здесь два-три раза дешевле два-три раза дешевле вот я вот посмотрел я же говорю пучки зелени по 5 лир потом виноград можно найти 20 лир 25 лир и где-то до 30 до 35 лир так что ну картошка 7 килограммов 50 лир хорошая картошка 7 килограмм 50 лир так что картошкой даже одной можно питаться честно говоря картошка тоже хлеб вот вот смотрите вот за буханку ну за это 250 грамм вот это хлеб як мэк до 10 лир до за него можно купить полтора килограмма картошка вот представьте до 250 грамм пышно такой но там не наедаешься это надо две штуки поесть чтобы что-то наесть сюда на пустышка вот на него можно полтора килограмма как говорится картошку взять картошку дну как кожуру очистим все такое но килограмм 300 точно выйдет килограмм 200 250 будет извините пюре сделал как дал как дал короче все чем вот это поэтому я же говорю дешеветь да дешеветь вот эти цены ну естественно конечно остается высоким все равно цены на алкоголь на сигареты но тем не менее они везде дороги я посмотрел казахстанский цен тоже самый почти а вот на алкоголь посмотрел почти тоже самое вино очень дорогие здесь стоит те же самое то такая же цена вот но кондитерские изделия посмотрел ну конечно кондитерские изделия немного дешевле а так вот так особой разницы я не почувствовал особой разницы я не почувствовал понимаете поэтому я хочу сказать что турции все равно для переезда если конечно у кого кто может позволить себе например купить за 200 тысяч и получит в ножи для них например конечно такое место где можно спокойно жить но казахстане конечно с этими деньгам можно еще и дело открыть не только жилье купить можно дело открыть и в ножи получить все это само собой конечно это не оспаривается там русскоязычный народ все все добрый казахстанский народ вот ну там тоже свои нюансы поэтому не зря же говорят везде хорошо где нас нет вот я сейчас хочу слетать посмотреть как бы скажем так разведка боем да у меня и свои дела есть кое-как и надо решать вот я посмотрю я думаю оттуда вам сниму тоже ролики и думаю выставлю но на короткий срок улетаю потому что как у нас говорят по длине своего отдела пусти свои ноги да ну где-то у меня получается полный там нахождение три дня короче до трое суток но я думаю для меня это достаточно кое-какие дела решить быстро быстро тем более друзья обещает помочь вот но организационный вопрос в основном то думаю что все нормально посмотрю а потом уже буду делать выводы и может быть репортажи сниму поговорю с людьми может быть я разрушу какие-то мифы о том что и там очень там плохо там ничего подобного хотя я прекрасно и так знаю казахстан добродушный народ добрый народ хлебосольный народ но показать тоже надо показать тоже надо там хотел бы конечно я еще и живушек там у турков которые открыли свои дела у него тоже бы взяты интервью вот поговорить с ними тоже чтобы даже надо будет тут на турецком языке чтобы турецкие его тоже или хотя конечно потом еще побегут туда на и так они выезжает это самое но вот так вот поеду посмотрю но сразу хочу сказать что билеты дорогие да ну не было бы они дорогими если бы например у меня был бы например как вот это позволяет себе чуть ли в дубае каждый месяц два месяца вылетать у них извините доход от ютуба тоже огромный они в месяц получают минимум два три тысячи долларов у них по два по три канала у некоторых наших русскоговорящих блогеров здесь которые да конечно могут они себе это позволить с моими около сотни долларов короче особо ты не разбежишься поэтому на свои средства только на свои средства на свои силы надеяться вот да я там тоже я поэтому и сказал мог бы конечно взять и на больший срок да допустим билеты да мог бы например и на недельку брат но я не хочу никого утруждать я не хочу никого как бы быть ношей какой-то понимаете я не могу вот это вот как будто быть ношей у меня это вот это комплекс у меня самого детства мы я даже поэтому удивлялся как это люди могут знакомиться девушкам прямо на улице да для меня было это как это так как это можно познакомиться на улице например нас на автобусе в автобусе где-нибудь это да нет мне всегда казалось что если я сейчас что-то скажу наверно обязательно какой-нибудь жесткий ответ я буду опозорен короче понимаете вот такое это да вот поэтому и гордость слишком такая гордость была что и сейчас я же говорю я даже в детстве меня даже чуть ли искусственно хотели кормить потому что отец не дай бог несправедливо мне что-то это я за стол все садимся я никогда он не носил на стол я не ел я меня два-три дня мог не кушать мне вот было вот такой вот протест такой голодовка можно сказать да 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 поэтому даже с голоду сдохну кого-то дай мне хлебушек дай мне это не не это не мое вот поэтому взял на три дня вот конечно если бы средства бы позволяли побольше конечно я бы еще вы на 10 дней бы да но извините там протянутой рукой что ли там как бы это и здесь у меня очень много сейчас вот расходов ушло и уходит вот надо кое-как и дела решать так что поеду посмотрю но я хочу сказать что я посмотрел вот цены я же говорю сравниваю цены здешние казахстанские цены да все все магазины там на бытовую технику на все остальное почти они одинаково даже выправил комментариях написали почти даже одинаково чем здесь как здесь почти одинаково единственное здесь нету я же говорю больше мясо слишком дорогое да здесь но там дешевле еще здесь сегодня со своим знакомым разговаривал ну да чё вы казахстан говорит это я говорю знаю что я просто так не стал говорить про другие дела какие-то да я говорят тушенку хочу я загрузиться его банок бесит 15 вот а зачем тебе тушенку я говорю здесь нету тушенки здесь нету вот еще об мире тоже я сказал сегодня она тоже удивилась когда зачем выгод проверьте сначала как тушенка не я казахстанскую тушенку я еще со времен советской армии знаю до сих пор помню банках было написано 7 палатинский мясокомбинат помните да с солидолом таким до банки такие полукилограммовые да большие банки таким кусками здесь тушенки нету вот я вот вообще балдею тушенки нету здесь вот нету и все они здесь есть другое называется каурма но она тоже жаркой это называется но она не это не тушенка это это замороженном виде таком а так вот как у нас тушенка да тушенка такая тушенка такая тушенка вот если вон до говядина с перловой кашей там даже не уход не хочется вспоминать вот это вы скажете не надо напоминать жить кушать охота вот ну тушенка хочу взять вот я когда грузия ездили я в анталии когда я с грузи привозил и моих друзей туркам вот две банки отнес и колбасу говяжью они были в шоке они говорят вкуснее колбасы говорят мы не ели а там было написано сервелат какой-то я не помню как-то назывался на вот они говорят вкуснятина говорят невозможное это год надо же так а прожилками что таким вот этими жирком вот и тушенки нифига это суп сварили гордвейского квартира горзо пока от мяса такой вкусный я почему вас то не делаете отсюда здесь мясо конечно дорогой и здесь не за тушенка здесь до тушенки не доходит до тушенки здесь не доходит хотя я же говорю здесь бы можно было бы конечно развить мясомолочное производство да можно было бы но кормовая база кормовая база нужна кормовой базы здесь тоже не так уж много основные земли здесь обрабатываются пшеницей гречку здесь сажают вот все такое а вот для рогатого крупнорогатого мелько рогатого скота нужна еще кормовая база понимаете вот наших то это туркмени у нас сажали вот это лютерну вот лютерну сажали и после хлопка еще очень много вы среди хлопчатника было травы да и в песках тоже барана по я познаю что там весной вообще светит все пахнет и все равно там бараном есть для развернуться где кушать здесь вот территориально мало понимаете здесь вот площади мало чтобы пасти барана понимаете хотя хотя а сегодня я одну вещь видел в интернете в одном из регионов турции чабанам чабанам хотят платят даже 70 тысяч лир это четыре раза почти больше чем средняя зарплата кроме этих 70 тысяч и оплачивается им одежда еда жилье они знаете что хотят они хотят чтобы интернет был у них они год мы же год интернет им оплачиваем 30 гигабайт им это от мало вот представьте себе да это у маразм какой-то и горит не идут год работа чабанами вот не идут работать чабанами это я вообще обалдел я посмотрел это и там думаю наверное какой-то прикол вот такой да открывай комментарий от турков дарим турецкий жителей там люди пишут да это так никто не хочет идти работать чабаном и там пишут это трудная работа это какая адская работа я чабаном что ли не был молодые годы 70 тысяч лир платят кроме этого жилье кроме этого одежды еда вот еще год интернет просит интернет как мы тоже оплачиваем до 30 гигабайт но и инга этого мало вот представляете да мобильный интернет там же нет вай-фая мобиль а 30 гигабайт они съедают за какой-то один день им безлимитка нужно на тысячи гигабайт на две тысячи гигабайт представляете из-за тиктока говорит не идут работать чабанами я был шок и когда это услышал я был мир сошел с ума да нафиг мне этот тикток сдался понимаете из-за тиктока говорит не идут как работать чабанами тикток виноват вот представьте уже здесь сели на эти телефоны сели на эти тиктоки баранов постигает чабановка не можем найти понимаете или 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 какой-то регионе или газели какой-то там это вообще чудо чудное перья в это вообще нечто вот представьте себе до 70 тысяч плат 2 тысячи долларов платить чабанов кроме этого 2 тысячи долларов ему чистыми жилье всего все оплачивается и не идут потому что интернет всего 30 процентов оплачивают а потому что им надо все время сидеть на интернет извините это 2000 лир долларов они съедят короче с этим интернетом за какие-то 3 4 5 дней все они хотят там и чабанов и баранов пости и чтобы у них под рукой были интернет и тикток был я был шокер ребятки я вообще обалдел мир перевернулся сейчас сижу думаю болин думаю блин пай ты что ли думаю нафиг мне это пофигу чем мне там мне свежий воздух вот представьте две тысячи долларов платить жилье еда говорит вот или агизе или агизе или агизе или агизе не могут найти чабанов на работу чабанов не могут найти и и вся проблема тиктоки не хотят так только сидеть вот и все вот приехали нафиг вот так вот всем доброй ночи пока